Так, и где заканчивается? Какая страница здесь? Вторая, посмотри на той стороне. Дальше последняя какая? Мне страница интересна. Канон где заканчивается? Канон. Я понимаю. Весь канон. Так а что ты здесь смотришь? Весь канон вот этот, где заканчивается? Понедельник? Нет, полностью. Я вопрос составлю. Весь канон? Да. Весь канон. Три раза повторяю. Все это... Садитесь. Важное дело. Весь канон, где он заканчивается? Какой икос? Ну ты ищи там последний икос и все. Я думал, что в конце просто открытие. Концовка. Извините, это и канон? Значит, это вот четверток, пятой седмицы. Ну все, дальше последняя страница какая? Ну, перед житьем преподобного Ирия. Так это не надо дальше. Житье преподобного Андрея Крицкого. Дальше найди, где концовка. Так, это о великом каноне. Так, это канон? О великом каноне. Так, теперь какая страница тут? Двести восемьдесят три. Двести восемьдесят три? Да. Двести восемьдесят три, отнять пять. Сколько будет? Двести семьдесят восемь. Так, все. Заложи туда. Второе у нас благодарственное. Тут страница выставлена? Нет, и выставлены. Первая страница, вторая. Слушайте внимательно. Потому что это важно для нас. Но все у меня подробно описано. Теперь подробная Матерь Мария. Молит Бога о нас. Так, теперь смотри. Песня какая? Восьмая. На втором. Это идет еще, да? Посмотри, это... Так, все, дальше нет. Где она за количество? 46-я. Какая? 46-я. 46-я. Так, благодарственная. Это пояснение. Это пояснение. Пояснение, еще здесь же 47-я. 47-я. Половина 47-я еще. Так, 47-я. 46,5. Благодарственная. Начинается с первой. 47 страниц? Ну, 46,5. Все, ну ладно, 47, да. Так, понятно. Следующее. Переходим на третью ступень. Называется Словословие. Третья. Сколько страниц? 48. 48. Нет, 47. 47. Подождите, подождите. Нет, нет, 48. Правильно, 48. А тут переходит еще на 49, но тут маленько, две строчки. Пояснение, так. Вы молитесь в это время? Потому что сейчас я что буду говорить, а то коснется ни одного человека. Так. Вы здесь вот посмотрите, сколько запевов. 200 с чем-то. Найди-ка. Не, не, вот здесь вот. Цифра должна метнуть. Сколько запевов сделали? Событий. Открывай там, я здесь посмотрю. Цифра наметнет перед глазами. Вот это пояснение. Так. Никуда не расходитесь. Успеете уйти. В церкви сейчас служба идет, это ни с фору нет. 204 или 254 примерно. События. 204 библейских события. Сколько? 204 библейских событий. Написано? Да. Как написано там? 204, да? 204, да? Вот так. 204 библейских событий. Святой Евангелем неповрежденным в истолковании святых отцов православной церкви благодарим Тебя, Господи, за милость Твою и неизреченную. И этим припевом благодарим Тебя, Господи, за милость Твою и неизреченную наполнить все 204 библейских событий. 204 библейских событий. Везде. Так. Вот теперь слушайте. Внимание. Сядь-ка со мной рядышком. Математика – это большое дело. Первая неделя поста считается понедельник, вторник, среда, четверг. Понятно? На пятой неделе поста, это в четверг вечером должно быть считаться будет. В четверг вечером, кажется, считается? В четверг вечером. Считается полностью весь канон, раз в году. Два раза в году считается. Первая сейчас четыре. Вот отсюда, смотрите. Вот содержание всех трех одинаковое. Совершенно одинаковое. Ничего не добавлено сюда. Только здесь припев другой. И все. И сегодня мы должны прочитать четвертую часть. Смотри. У нас получилось 278 разделить на 4. Что получится? 5, 6, 4, 24, 24, 34, 38. 38 на 4, 9, 9. Ну, как 9. 69 страниц. 69. Здесь 47. Если разделить на 4 дня. 47. Это получается 12. 12 страниц нужно прочитать было. При условии, что если бы мы считали целиком. Вот целиком вот это вот. Это четвертая часть. Четвертая часть. Вы сейчас найдите, где она. Четвертая часть. 69 страниц. 69. 69. Да, 69. Это вот. Когда будем мы считать. Если бы по одной считали. Значит, 69. Я уже не стал говорить. Ну, вот так. Положи. Тут разности никакой нет. Ну, вот так. 69. Заложи сюда. Здесь. Посмотри, где. Мы сейчас посмотрели. 12 страниц. 12 страниц. Открой. Четвертая часть. 12 страниц. Так. Заметьте. Вот эта вот часть. Она на 4. Вот эта. Умножитая 4. Тогда будет полный. Вот эта. 12. Считается понедельник. 12. Вторник. 12. Среда. Это все понятно? Да. Но так как мы решили. Согласились с этим. Что. Ничего не меняем. Чтобы люди знали. Мы. Ничего не делаем. Кроме того. Что припев другой. Ну. Слова там есть такие. Господи. Как те люди погибли. Ты меня помилуй. И так дальше. А мы это событие говорим. И за это событие. Что ты открыл. Любовь свою. Благодарим тебя Господи. И это же самое. Те же самые события. 204. Словословие. Как ты милостив Господи. И этот народ был помилован. Нееве. Слава тебе. И иногда даже три припева. И так. Сколько сегодня? Сколько. Вот это как вы открыли. Страница 67. Да. Вот. Если бы. Нужно было. В четыре дня. Но мы то считаем. По трем. Значит. От того. Что ты считал. Там. Разделить на три надо. Дели на три. На три. 68 на три. Ну конечно. Ну. Вот это на четыре дня. Вот это все. Но так как мы. Делим то на три. Поэтому. Третью часть. Первую. Считаем. Раз на три. Вторую. Второй. Где там заканчивается. Примерно. Припев какой. Здесь берем мы. А это уже за следующий. За ним. И этот третий. То есть. От общей. Нам нужно только двенадцатую часть взять. Дошло это. Нет. Ну. Когда мы будем вот. Считать. Последний день. Там понятно. Вот. Ты просчитал. Двенадцать страниц. На чем закончился. Какой там икос. Теперь на этом икосе открываешь. Благодарственный. Тоже считаешь. Ну. Раз. Тогда. Сразу будет считать. Это все. У нас же три. Поэтому третью часть. Считаешь. И здесь. За этой. Которая. Следующая. В этой. Тоже третью часть. Значит. Сегодня. Ты считал. В три раза больше. В три. Перевыполни и повел. Так. Ты понял. Да. Значит. Делить надо на четыре. И четверку эту делить на три. Потому что. У нас три. И считать не ту. Которую ты считал первое. Допустим. Два икоса. И опять тоже. Я гляжу. Ты открываешь первую страницу. Я уже издалека увидал. Что-то не то делается. Ты открывай. Дальше. Где у нас икос начинается. Все. Где этот икос закончился. Теперь на этой странице это открывать. И мы тогда зашли. Все правильно. Мы все засчитали. И не прибавили нисколько. И соблазна никакого не сделали. А так мы просто скажем. Фарисеи. И так большой канон. И вы еще в три раза. Надо все усчитывать. Понятно? Одна двенадцатая часть поэты. Где это закончилось считать. Какой икос. С этого дальше начинать. Нам не надо тебя повторять. А события повторяются. Двести четыре события библейских. Ну по порядку. Какие тебе запомнились из двести четыре события. Сегодня ты считал их. Какие? Ну я знаю. Пыхтеть нам не надо. Двести четыре не назовешь. Конечно не назовешь. Не назовешь. Он сидел в Библии. Вот этот человек который писал Андрей. И смотрел. Подходит не подходит. До него никто это не писал. Он задыхался в слезах. Тут у нас описано. Я когда в Москве стал говорить. А с чем вызвано такой канон длинный. Все помилуй 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 помилуй. Даже игумен Сахаров приезжал. Это один из самых умных людей. Ну не считая там может быть Кураева другие. И он не знает. Я говорю не знаю. Я говорю а 50 ты целом знаешь? Знаешь. Что Давыд взял? С крыши. Увидал дома свои жены. Он не видит. Они через крышу их не видят. А там видать. Горенько купается. А кто это? А у него был полковник. По нашему сказать. Который в гвардии был. Хитиянин. Другой национальности. Это национальная гвардия была. И на эту жену так види ко мне. Не просто я узнать познакомиться. А ложись в постель. А куда напротив царя. Но он то теперь она приходит. Проходит 2-3 месяца. А война то идет. И она говорит. Не сокрыто. Растет. С каждым днем пулаки перешиваю. На животе. И он еще додумался. Толкнуть его в самое опасное место. И когда все кинутся штурмовать. В это время все отступить от него. Оставьте одного. Умно поступил. Умно. И спокойно дальше сидит дома. Пишет псалмы. А когда это все открылось. И пророк Нафан. Может быть боялся даже. Он ему рассказывает притчи. Притчи подошел. Вот. К одному человеку. У него была овца. Такая овечка. Она на груди у него спала головой. Овечка. Нет. Я не про людей говорю. Не про соседскую жену. Нет. Овечка. Он ее любил так. А рядом жил человек. У него целая табуна была. Этих овечек. Но к нему зашел гость. И он не взял. Ни одну не заколол. А пошел. У него эту с груди снял. Зарезал. И накормил гостя. Закон гласит. Если взял овечку. Четыре отдать надо. Если своровал вала. Быка пять. На этом все. Добавец сразу. Смерть ему. Это ты. Как я? У тебя сколько жены? А у него одна. И что ты сделал? Понятно. Даже к нему подойти. И пророк Нафан. Кто-то бы Сталину сказал. Ты вчера только одну девочку. Сегодня другую тоже ловили ему. Приводили. Что бы сделалось? И Давид. Пятьдесятый псалом. Помилуй меня. Боже. Помилуй меня. Я в кровей избавил. Я убил человека. Какого человека? Который меня охранял. А теперь чтобы скрыть он. Я такой же. Я его не осуждаю. Ничего. Я ничем не отличаюсь от него. Он его говорит с фронта. Дайте ему водителю. Пусть придет домой. Идет. И переспит с женой. Но родится там раньше и позже. Месяц два. Врачи определяют. Там. Перенос. Недонос. Он не идет домой. Говорит. Тогда напоите. Пейте. И чтобы он. И он упился. Ему говорят. Иди домой. Как я пойду? Царь заботится обо всем. Давид не спит. Он. План составляет. Верховный главнокомандующий. Как Сталин или Гитлер. А я пойду с женой любоваться. Войска остались там. Нет. Не пойду. И этим предписал себе приговор. И тогда написал письмо. Дал ему в руки. Печать поставил. И там. Маршалу отдашь. Тут прочитал. А чем же это связано? Лучшего воина отдать. Ничего не знаю. Но царя слушать нельзя. Сказали. История такая. И тогда он. Когда его уже дошло до туда. Пятьдесятый псалом. Вот этот. Который написал Андрей Кривский. Когда. Шестой Вселенский собор прошел. Его не принимали многие. И архиепископы расписались. Я не принимаю. Собора. Татанафима. Его расписали. И он расписался под Анапимой. Архиепископ Андрей Кривский. А потом. Господь так его разумел. Он понял. Я здесь завоюрую свою подпись. Я его стираю все. Но это то осталось. Глядя на него другой подошел. Я еще. Это мой епископ подписался. Архиепископ. И я подписываюсь Анапимом. Он за собой то других увлек. История такая. Она здесь описана. И тогда он вот и написал. Помилуй меня Боже. Я когда стал считать это. Это для оглашенных. Для людей совершивших смертный грех. Но это не все же такие. Ты убивала кого-то. Ну. 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 Понятно. Что речь идет от нее все. Для верующих это благодарность. За каждое событие надо благодарить. И я перевел это. Благодарение. И третья. Высшая ступень. Молитвы. Словословие. Первое. Простительное. Второе. Благодарственное. Третье. Словословие. Здесь поровну. Все. В добуху. Мы сейчас посмотрели. Поэтому двенадцатую часть надо было здесь просчитать. За ней следующую. Отстегнуть. Сколько есть. Сначала разбить ее на четыре. А потом закладки на три. Вторую часть открывать. А здесь третью часть. Мы все делали. Сначала разбить на четыре. Потому что на четыре дня канон. Понятно это? А потом. Которую на четыре. Ну разбить на три. Потому что одна часть этой. Которая четвернушка. Вторую часть отсюда. Третью отсюда. Я говорю. Понятно? Не совсем. Вот возьмем. Где-то ты забирался. Можно считать с этой. Можно с этой. С этой. Результат то же самое. Двенадцатая часть должна быть просчитана. По этой. По этой. Но друг за другом. Не одно и то же событие. Мы же Библию прославляем. Он написал это на основании Библии. Что значит четвертую часть? По страницам? Или вот их девять песней? По страницам. Девять песней. Снова повторяю. До чего я тебя спрашивал? Страницы делил. Ну ты же видишь. Я делил. Вырывать из песни что ли? Вряд не надо. Ну песня если не закончилась. Девятая или восьмая песня. Мы на середине можем остановиться? Да нет. Никто это не ставил. Что там в обязанность. На этом месте вот строчка закончили. А потом следующее. Они связь имеют такую библейскую. Нам все это писано опять. Это я не куплеты какие-то пою. Это название только такое. Где бы ты не остановился. Это страница. Досчитаю до конца. Все. Следующая пойдет дальше. Страница. Страница значит до конца страницы. На этом остановиться. На это не надо глядеть. То есть отсюда дошло следующее событие из этой. Следующее от этого события. Здесь тоже на двенадцать. Вторую закладку. Здесь первую ты просчитал. Здесь вторую закладку просчитаешь. А здесь третью. А завтра придем. Ты здесь тогда считай уже вторую. Здесь уже пойдет какую третью. Здесь четвертую. Ты тоже на четыре разбили там мы. В понедельник, вторую, среда четвертую. Ну поровну. Но так как считаем на трех этих. Которые на каждый день разбить надо на три части. И не одно нужно считать. А события разные. На чем ты здесь остановился? Ну и здесь заложи. Сколько у нас получается? Двенадцать. Двенадцать на три, четыре. По четыре страницы. Четыре здесь. А вот и какая страница была тут? Восемнадцатая. Двадцать вторую здесь начинай считать. У меня все это объяснено здесь. И Володя не случайно подошел. Может объяснить надо? Что ну? Что они? Тут простая математика. Мы за четыре дня просчитываем в трех вариантах. Весь. Но события библейские не повторяются. Вот здесь двести четыре события из Библии. Здесь двести четыре те же самые. Здесь двести четыре те же самые. А вот так считаем мы. Следующие подбираем. И дальше продолжаем. Все кончилось. Четвертая часть кончилась? Кончилась. Во вторник вторую четвертинку. В среду третью. Четвертая. Четыре четвертинки полностью. Друг ты мой милый. Закладки сделать. Закладки сделать. Разберемся. Так. Разбить сначала на четыре. Вверху вот так вот заложить здесь. Ну на четыре. К сторони. А внизу первую четверку. Разбей на три. Вот эту. Вверху. Как будто вот это все. Именно все оно заключается на этот день. А если вчера все не закончили. Это уже. Вопрос. Игнатий я не поняла. За что он в Критске подписался. За какую она. Анатиму. Анатиму. Севернскому собору. Он не согласен. Севернскому собору. Не согласен. А о чем этот собор был? Да возьми да посчитай. Еще тебя канон натаскивает. Да это книга правил. Она продается. Книга правил. Который 70 с лишним лет не был в православной церкви. Ни разу не издали. И когда он занялся этим. Я три года над этим сидел. Сверял. Спрашивал. Где какое правило. А потом когда я представил. То Сергей Бордин говорит. Ваша заслуга. Что вы Игнатия в алтарь не пускаете. Он вам в десять раз больше нашел. Что вы там делаете? Вот оно написано такое. Полное должно быть троекратное погружение. Я выписываю. Нету. И из таких правил их девятьсот восемьдесят девять. Но действующих семьсот девятнадцать. Те временные были. Конкретно. Корнувию. Ну говорю нет. Корнувию. Теперь все. И семьсот девятнадцать. Но из них четыреста тринадцать ежедневно нарушается в храме. И торговля в храме. И раньше тридцати лет рукополагаю. Я эти данные когда представил. В жандарме или в Америке. Давайте мы напечатаем сразу. Меня сколько раз просили. Я говорю. У тебя есть каноны? Ты смотри что делается. У тебя может быть другая цифра выскочит. Так они проразгласили анафему так всему собору. По частям его никто не ровно конечно. Принимаете или не принимаете. Вот. Заметьте. Сто главный собор. Посчитаемый старообрядцем. На нем два человека. Которые были канонизированы уже. Иван Грозный. Который называется. Ему было пятнадцать лет. Он председательствующий был. И старообрядцы. Которые его держат от его работы. Которые мы новообрядцы. Полностью без собора отбросили. Мы на него ссылаемся. В коридоре висят у нас обуса где-то. На каком основании не говорят. Вот вы считаете. Заметьте. Ну считайте вот это. Молитвы. Прямо сирены. Господи Владыка живота мою. Я же батюшке зову. Дух праздности. Уныние. Любоначальное празднословие. И серебролюбие. И серебролюбие надо говорить. Оно было. Осталось. А не выщипано. Потому что если регулируют. Оно прямо в кармане мелочь звучит. На языке ассигнации. Я не говорю. Тогда не будем трогать. Без этого нельзя. Одну двенадцатую часть. Сначала вот сюда вот. Четыре. По шестьдесят сколько у нас получилось. Вот. По сорок семь. А не сорок семь. Шестьдесят девять. Здесь. Шестьдесят девять. А в этой которой шестьдесят девять. Вот здесь разберем на три части. Одну отсюда. Вторую оттуда. Кто не понял? Я поняла. Я поняла. Я поняла. Математик. У нас есть математика. Она все сделает. Это как учитель. А вы мои мысли прочитали. Я молюсь и думаю. Ну как делится-то они. Как делится-то. Господи. Ну подскажи. Как. Я ничего не понимаю. Он прочитал. Учитель. Ученикам толкует. Как еще. Да-да. Уже сам понял. Я говорю. Даже я уже понял. Сам говорю. Что я говорю вам. Вы какие сидите. Думков. Думков это по-немецки дурак. Понимаете. Все здесь сделано. И где ты закончишь там. Полную или неполную песню. Это не имеет значения никакого. Потому что начинается с большой строки. Все понятно. И дальше идет. Позно уже. Пойдем домой. Пойдем домой. А может еще пропоем. Давайте. Еще по разу прочитаем. А ты сколько сегодня считал? Что? По понедельник. Здесь весь понедельник. Здесь весь понедельник. Три раза дольше. Так нам это не помешает. Я так и понял. Ну смотри. Почти два часа. Ну полтора точно. Полтора. Так. Вот такие письма. Подметные. Мне тоже подкинули. Сходил Володя. Получил. Пишут. Я должен. 300 рублей. На меня штраф. Но за что никак. Не говорят. И они в каждый дом толкают везде. И куда пересылать деньги. И все. И вот сколько здесь он пишет. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Я даже не знаю посчитать. А раз тридцать говорит. Как меня наказать. За. А за что нигде нету. Нету. Мина Степанова. И брата Севастьяна. Как это письмо рассматривать. А? Как его рассматривать. Как рассматривать это письмо. Ну как. Валяются. Идешь дорогой валяются. Люди специально печать поставили. Роспись. Что. Я штрафован. За то что не вовремя заплатил. А еще. Куда платить. Вы. Тут смотрите. А за что не говорит. Он еще нету. Ничего. Это решение суда. А пошли в суд. Там ничего этого не было. Вот. Рассказывает мне сегодня. Кто мне говорил это. Ты говорил. Умер там. Ну. Сказали счетчики менять. Ну. Мужик там. Пенсионер. Пищать стоит. Он пошел. Когда пришел. Узнал. Этого не надо. Там видимо разговор какой-то был. Крутой. И он ему инфаркт. Он там и умер. У них в кабинете. У тех мошенников. Сфотографируй там все. И поищи. Кто это. Это. Они по сей часу. Посылают по почтовым ящикам. Печать синяю. И все. Да бесконечно. Они задолбали уже. Как говорится. Так. Банки эти все. Звонят. Вот. А вы почему это не берете. У вас. Должно быть вознаграждение. А вы почему не берете деньги. И начинается. Да. Сразу отключаешься. Да. Чарный список. Сказала она. Слушай. Так. Там шторку. Не вздумайте трогать. Где не мы. Не трожьте. Я умолял сколько раз. На тебя падает подозрение. Да ну. Я не прикасалась. Надежда Васильевна тебя выдала. Не трогайте шторку. Я ее заколочу полностью. Чтобы ее не оттуда. Там нельзя. Второй этаж. Мы как на ладони. Много раз уже говорила. Второе. Ты сейчас сказала слово напрямо. Ты дала мне. Батюшки. Батюшки не бой. В субботу вечером буду говорить на эту тему. Если Господь благословит. Приготовься. Я все равно не поняла. Ты дала. Какая тема была. Раз не дай человек. Я объясню для всех. За что. А я тоже не поняла. Но вы откройте 6-й Вселенский собор. И все. И увидите. Они спрашивают. С чем они были не согласны. Как Андрей Криский. С решением 6-го Вселенского собора. С утра. А что? Ну надо открыть и посмотреть. 6-й Вселенский собор. Правила. Посмотри. В интернете. Книга правила есть. Или в интернете посмотрите. Ну сколько там правил. Допустим 70 правил. Там не будет почти все. Нет. Подписывай все или не подписывай. И он тут писал. Вот и все. И этот канон за раскаяние? Ну да. Как покаяние его. Покаянный канон. Так он остался. Но здесь не только покаяние. Здесь должно быть и благодарение за эти события. Потому что есть люди, которые уже приняли крещение. Которые нигде не проклинали никого. Ему надо Бога благодарить, что Бог его сохранил от этого. А дальше человек уже как бы с ангелами соединяется. Те же самые события. Я посмотрел. Здорово получается. Иона. Господи. Вот Иона погиб. В кирте внутри был. И я такой же. Помилуй меня Боже. Помилуй меня. Я дальше говорю. Господи. И как что-то ты сделал. Иона может благодарить Бога. Кит выпил ее. Он там не сгорел внутри. Там кислоты несколько. Ведер. Благодарю тебя Господи. Что кит меня не съел. Слава Богу. А третье. Господи. Какой ты дивный. Ты его наградил даром проповеди. И он пошел по всему городу. Аллилуйя тебе. Да. То есть это же самое событие. Которое. Я его переношу. Возношу по ступеням дальше. Это понятно тебе? Да. Понятно. 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 Темно уже. Ну ты дорогой шла. Допустим. Людмила Степана шла. И ее тут шип какой-то негодяй. У нее там отобрались ключи. И пошел где-то. Она может сказать так. Господи. Я грешный человек. И он меня как ударил по голове. Сознание потеряла. Благодарю тебя Господи. Что я живая осталась. А теперь дальше она может. Нет. Помилуй меня Боже. Помилуй меня. Не до смерти убил меня. Помилуй меня Боже. Второе. Меня ударил по голове. И осталась живая. И мало того. Ключи им подбросили. Благодарю тебя Господи. А теперь я перенесла. Я думал о другом. Господи. Слава тебе. Как ты дивно вели. И ударил он меня. Да еще. Суд вызывает его о суде. Преступника поймал. Фактически. Слава тебе Боже. Одно и то же событие. Но поднимается выше и выше. Спасибо Христос. Ныне отпущающие нас братья.